приветствую дорогие друзья с вами александр святов сегодня поговорим о зимних берцах армии сша тех берц которые выдаются в пехоте вам действительно выдают помимо летней униформы зимние и зимние берц другое дело что вы редко их используете но они есть они есть они очень хорошего качества это макреи выглядит они вот так американская компания сделана в америке с гортексом со всеми делами замечательное качество есть нюансы я о них расскажу далее ну а пока ссылка на телеграм и инстаграм в описании обязательно подписывайтесь вставляйте комментарии подписывайтесь на youtube канал нажимайте на колокольчик вставляйте комментарии здесь поехали ну что ж давайте приступим к разбору вот этих вот замечательных зимних ботинок которые выдаются в армии сша которые мы довольно успешно юзаем если есть необходимость скажу сразу что никакого греющего и изолирующего материала здесь кроме гортекса нет гортекс и довольно толстая замша очень хорошего качества с какой-то хитрой пропиткой вы можете видеть вот эти моменты посмотрите насколько это замша толстая здесь нет гортекс который обязательно мало того что прошит он еще и проклеен куда бы ни влезли если ваша нога не провалилась выше чем линия пошива вот здесь да и линия склейки вода во внутрь не попадет ну конечно же до определенного предела другое дело что зачастую приходится форсировать водные преграды водичка который достигает ну примерно вот этого вот зимние берцы производства макрей это американская фирма все сделано в сша очень хорошее качество довольно такие увесистые замечательные на самом деле подошва то есть если посмотреть на все это добро то можно увидеть что это замечательная отличная фирма вибром или вайбром не знаю как хотите так и называйте обратите внимание на рисунок он не стандартный он не скользит и сама подошва очень мягкая по сравнению с моими летними я сейчас попробую продемонстрировать вам просто звук насколько вот эта подошва мягче и интереснее нежели моя сейчас летняя то есть что он играет и вот здесь смотрите и тут звук не такой звонкий звук более глухой соответственно это очень мягенькая штука не скользит конечно если вы на совсем уж лед попадете то никуда не денетесь и гэпнитесь но очень классно сделано и хорошая поддержка голеностопом но каких бы то ни было выраженных или ярко выражены до саппортов здесь нет то есть просто такая вот кордора и толстенная замша вставочки замши тоже видны и вот здесь по сравнению с летними эти идут на пол размера больше и вам объяснят как правильно подбирать то есть если я ношу допустим мои найки стандартные одиннадцатого с половиной размера вот эти у меня двенадцатого я сейчас покажу нсн нато стак набор можете посмотреть нажать на паузу если кому интересно эти макрэй двенадцать р это размер но регулы еще вайт и вот он нсн начинается с 84 плюс ведь что написано fighting combat уеку куман из хотя по моей на моей памяти я не особо часто вижу чтобы танкисты использовали вообще берцы со шнуровкой техника не всегда используют свои любимые каркараны танкеры вот что касается этих минимальная температура при которых я их использовал было минус 15 показали себе замечательно толстющие листельки есть которые тоже вполне себе подлежат замене мы сейчас заглянем вовнутрь посмотрим насколько там это все сделано хорошенечко и сделано ли вообще как я говорил проклеено и прошито это добро заглянем конкретно вовнутрь в учетке вам нельзя будет пользоваться подобного рода берцами дальше вы уже сами будете кузнецом своего счастья вот и смотреть как вам будет удобнее я надеюсь им хоть что-то видно я честно стараюсь показать на давайте как то моего как то вот так наверно то есть там все 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 внутри гортексе никуда это добро не девается хочу еще обратить внимание на вот этот момент это подошва подлежит замене на самом деле то есть ее можно в сервис сдать ее заменят вам переклеят одни из самых дуракостойчивых берц которых я использовал они тяжелые они удобные они довольно классные я бы не стал их использовать для марш бросков и так далее потому что они весят больше чем обычные берцы которые я использую больше чем nike конечно же больше чем и гармонт и так далее но в холодное время года если температура опускается ниже где-то примерно пяти градусов цельсия я бы рекомендовал уже использовать эти берцы главное чтобы не было где-то сильно глубоких водных преград иначе вы будете сушить их очень долго ну или очень часто менять носки я сейчас тоже это добро себе на ноги одену надену прошу меня простить и мы посмотрим как все выглядит я надеюсь вам видно как ботинок сидит на моей ноге вот разница между двумя между летними найками и между зимними макреями как видно здесь у меня опять узлы стандартные шнурки для американской армии виден разный цвет замши и виден протектор всего высота и ширина то есть в этих берцах намного комфортнее и удобнее летом надо лучше дышит в этих они более сбитые плюс когда вы подбираете размер вы должны помнить что вот эти идут на пол размера больше если вы носите 11 с половиной здесь будут 12 соответственно если вы носите это 10 обычных то здесь будет 10 с половиной примерно так продолжаем разговор о зимней обуви сразу скажу что не всегда вы будете использовать здесь не бывает настолько холодных температур поэтому часто густо мы просто используем летним но местами в некоторых на дьюти-стейшн вы будете использовать их или же в дополните вот как я сейчас то есть некоторые брали зимнюю в некоторые нет это up to you если что вы должны помнить что зимнюю будет работать хорошо если вы берете правильно пару носок и ботинок но не будут вот эти ботинки нормально работать с обычными хлопчатобумажными носками которые закончат у вас где-то вот здесь на мне даже сейчас хорошие носки они заканчиваются у меня возле колена фитилёвый метод он никуда не уходит если ваши ноги мокрые если ваши ноги холодные то влага будет уходить постепенно вверх соответственно испаряясь рассасываясь там мы должны дополнить и даже это знать плюс если носок короткий то скорее всего он будет сползать и уходить вниз это нехорошо носок должен крепиться примерно вот здесь то есть на уровне практически начала вашего коленного сустава да это все будет хорошо что касается комфорта и удобства замечательная штука в вашей школе вашей учебке вам будут три пары обуви это будет две пары летних ботинок и одни зимние вы кстати можете их поменять помимо того что вы сможете поменять ваш камуфляж ваши оуся пи все четыре комплекта если вы их убьете вы сможете понять все комплекты вашей обуви потому что люди или набирают вяза басики или что чаще его теряют соответственно размеры меняются и вам без проблем заменят все это добро до момента вашего выпуска у вас будет специальный день вот поедете сможете поменять все что вам нужно то есть не бойтесь если вы уничтожите свою форму вам это все заменят и обратите внимание на то что носок если вы хотите выжить нормально зимой должен быть высокий должен быть из пары синтетика плюс шерсть мой вам совет если есть хорошие шерстяные носки вперед есть замечательные носки для рейнджеров я таки использую они с летними работают прекрасно то есть с моими летними вы можете перетерпеть и выжить при минусовой температуре без всяких проблем просто зачастую как я не устаю повторять очень много воды очень много песка и всего остального и без подобного плана стока как можете видеть здесь люверсов нет нигде с не с этой стороны не с этой высушить эти ботинки если туда попадет водичка при форсировании водных преград будет большой большой проблемой да конечно мембрана гортекс она работает в какой-то степени но когда там квакает какая там живут жабы тоже десятый вопрос как вы будете себя чувствовать поэтому обращайте внимание на правильный подбор экипировки на каждую миссию это даст вам какой-то шанс небольшой чувствует себя чуть чуть более комфортно чем в обычной ситуации ну и давайте еще наверное посмотрим на то как они выглядят вот так я надеюсь света вам хватит ведь они я не мог просто рассказывать раньше но я их не использовал не было где у нас температура хотя и опускается до примерно минус 5 минус 7 где-то в джорджии но это очень редко вот он гортекс все прошито все прострочено стельку я вам показывал вот мои размеры до 11 с половиной для найков что в принципе соответствует стандартному размеру который есть на этих макреях по поводу цены ребят я не знаю их цену они в районе идет есть долларов может 80 в телеграме у меня был отдельный пост я по-моему показывал фотографии этих ботинок в пексе там была на них цена поэтому не спрашивайте также пожалуйста не спрашивайте не задавайте мне вопросы по воду покупки армейского снаряжения не магазин я не прапорщик я не торгую снаряжением особенно армейским да хотите что-то купить есть огромное количество интернет магазинов вперед но когда мы начинают долбить личку вопросами а вот продайте мне рюкзак ребят на ebay и что угодно поэтому так вот такие ботинки для холодной погоды плюс если вы попадаете на службу в экстремально холодные условия помимо обычных ботинок вам скорее всего выдадут еще некоторое количество снаряжения для того чтобы пережили все это добро и успешно прошли ту же допустим арктическую школу вас научат правильно пользоваться снегом вас научат строить убежище и вы проведете энное количество недель в отрыве от цивилизации выживая снегах с вами был александр святов мы рассматривали сегодня зимнюю обувь американской армии вот такие ботиночки макреи плохого слова не скажу качество отличное все прошли все прострочено они очень дурака устойчивы посмотрите вот мои найки я их нисколько не жалею служит мне уже больше года думаю что еще годик точно прослужит прошли и горы и пустыни и болото и леса все 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 замечательно и вот сейчас я использую зимой вернее использовал мои зимние ботинки надеюсь вам было интересно подписывайтесь на instagram на телеграм ссылки в описании с вами александр святов до встречи пока пока александр святов до встречи